Вячеслав Тумашов Подарили семейное счастье оставшиеся без попечения родителей и имеющие серьезные проблемы со здоровьем Машеньке. В 2016 году Вячеслав Тумашов стал лауреатом премии «Народный герой» в номинации «Самаотверженность». Житель села Иртыш Черлакского района не впервые получил награду. Конечно, далеко не в первый раз вышел на сцену. Ведь он лауреат фестивалей и творческих конкурсов, участник концертов для людей с ограниченными возможностями. Он писал свои песни о жене, друзьях, учителях и даже в целом профессионально-техническом училище. Но, наверное, и мечтать не мог, что когда-нибудь посвятит музыкальное произведение дочери. Играет лялечка в песок Шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук Строгает папа черенок Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк Эгей, ну как твои дела? Кричит малюткий папа Уууа-ууа Но не ребеночек, а ляпка Пришел момент, когда мы повзрослели немножечко. Немножечко. То есть счастье вдохнули друг с другом. Уже как бы приходит момент, когда ты исчерпываешь вот эти уже все, как бы под такие эти слои, такие нижние волны внутренние, да? И вот не хватает чего-то вдохновения какого-то в семье другого. Инициатива вначале была все равно мужа взять ребенка. И поэтому я, ну как говорят, чужих детей не бывает, но я все равно хотела, чтобы у меня был свой ребенок. Ну раз такие обстоятельства. Но когда я ее увидела, вот сейчас может не знаю, но когда мы ее только взяли, она так на меня похожа. Идем с тобой под ручку, и не счастливей нас. Ведем мы к маме внучку, как радостин сейчас. Запомнишь то, что было между мною и тобой. Как я, теряя силы, бежал, сел за звездой. Мы захотели сами своего ребенка. Мы пришли все-таки с женой вдвоем к этому. Ну, нам врачи сказали, что мы не можем. Нам будет очень опасно это все, завести своего ребенка с ними. Позже, кстати, я увидел, насколько это опасно, когда ты не слушаешь, не прислушиваешься. У меня был друг один. Они тайком... Они поженились, все у них хорошо. Просто мы восхищались. Мы даже на их свадьбе были. Но девочка была с пороком сердца больна, инвалид. И они без согласия и одобрения родителей, врачей, решили завести ребенка. В итоге получилось, что у них разрушилась вся семья. Когда умирает сама мамочка, то есть жена его, и впоследствии тоже и умирает ребенок. Его тоже они спасли. И он остается, мой друг, один. Я просто не знал, чем и как ему помочь. Просто не знал. Но я взял для себя урок. С женой стали разговаривать, рассуждать, потом в дальнейшем на эту тему общаться. Да, мы хотим ребенка, но вот так мы не хотим. Я не могу пожертвовать ни тем, ни этим. Я советовался с людьми многими. Но кто-то пропитывается твоим переживанием, а кто-то поверхностно тебе скажет. Да нет, ты инвалид, инвалидам не дадут. Вот все, это там в законе, там все строго, ты что, это такие органы опеки, они смотрят на это все, скажут, иди отсюда и все. Я не стал слушать таких людей. Я послушал просто тех, кто, а ты попробуй. Тумашова предоставили в органы опеки сведения о себе, о доме, о перспективах, сдали экзамены в школе приемного родителя. Ребенка хотели взять в возрасте от трех до пяти лет. А появилась Маша год и два месяца. И все было совершенно не так, как в кино, и не так, как рисовало воображение. Я думал сначала, знаете, примитивно так вот по телевизору показывают, да, заходит, какого надо ребеночка выбрал, и поговорил с ним, пообщался, понравился, ты ему, он тебе понравился, ты его за ручку и пошел. Нет, совершенно, все совершенно по-другому было. В органах опеки Вячеславу дали шесть папок с информацией о брошенных детях, в том числе с тяжелыми заболеваниями, инвалидностью, с пороком сердца, ДЦП. Среди этих душераздирающих историй Вячеслав разглядел снимок малышки. Фотография ее была, просто на плохом принтере отпечатана. Я, давайте, вот это. Я не посмотрел даже возраст, сколько ей было. Я сам инвалид, я решил, что я просто, я справлюсь. Машенька родилась в семье, она буквально, мать была в алкогольном и никотиновом опьянении, пьяная была и родила прямо на дому она. У нее дома даже практически нету, не было. Она жила то там, то там. У нее еще, помимо Машеньки, еще два ребенка. Ну, насколько я знаю. Я поняла, что я могу за кем-то заботиться, что я могу что-то давать ребенку. Когда они понимают меня со стороны люди, то можно общаться с ребенком и быть как ребенок. Жена старается ей что-то свое передать. И в дальнейшем, я уверен, она передаст. Сейчас она уже передала именно вот трудолюбие такое, знаете, ответственность ей. Она, мы покушаем, она собирает тарелочки. Так, папа, где твоя тарелочка? Я даю ей, она собирает их, уносит их на кухню самостоятельно, ставит, снимает парточек, румоет ручки и все. Нам сказали даже просто там, это было самое мое такое тяжелое место, где мне сказали, Знаете, можете не ожидать ничего хорошего от вашего ребенка. Это не будет ваш ребенок никаким вундеркиндом, ничего от него хорошего не будет. Он будет такой середнячок умом. Сегодня я могу сказать, что мой ребенок, наш ребенок, это не середнячок такой. Это такой активный ребенок, он услышал, он мне порой скажет, Так, такую новую фразу, я вот 10 дней не был дома, был в Москве на фестивале. Я просто соскучился уже по ним, но домой приезжаю, захожу, говорю, мне мой ребенок такие предложения, такие вопросы задает, что у меня, ого, ничего себе, ты насколько повзрослела, как будто у меня полгода дома не было, а это всего 10 дней. Маша, попав в семью, изменилась до неузнаваемости. Правда, это лишь в волшебном телевизионном пространстве можно смонтировать рядом кадры болезненной и слабой малышки и умной, подвижной, любознательной и яркой пятилетней девочки, как будто превращение в принцессу произошло по волшебству. На самом деле только Тумашовы знают, как это было сложно преодолеть Машины недуги, физические и ментальные недостатки. Татьяна днями напролет разговаривала с малышкой без всякой надежды на ответную реакцию. Но чудо произошло, девочка ожила и изменилась. Как бы тяжело не было с ребенком, с таким еще, как он у нас Маша, но я скажу, что о нашем родителе было еще тяжелее, потому что они тоже не досыпали, не доедали. Ну вот это все было, все, и рано вставали, и все было, и вот, поэтому, а что, мы не сможем? А мы кто такие? Для чего тогда мы здесь живем? Зачем тогда нас... Ну, для чего тогда? В 2016 году Вячеслав Тумашов стал лауреатом премии «Народный герой» в номинации «Самаотверженность». Это их общая семейная награда. Хранится там же, где и многочисленные дипломы и статуэтки, полученные Вячеславом на фестивалях и конкурсах, где бард из села Иртыш исполняет под гитару песни собственного сочинения. Песни о жизни, о семье, о дочери. О чем же еще писать счастливому человеку? Она уже со мной поет песенки, она у нее уже... Она смотрит, я играю на гитаре, она уже танцует, она кружится. А где-то смотрю, она уже подпевать начинает. И уже какую-то песню запоешь, а дальше она с тобой подпевает уже. Малютка папочки кричит, и папа счастлив, что ха-ха. Ему малюточка дарит, ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хаха. Малютка папочки кричит, и папа счастлив, что ха-ха. Ему малюточка дарит, а в стороне смеется мама. Малютка папочки кричит, и папа, и папа, и папа, и папа, и папа, и папа. И все смеются хи-ха-ха. Мамуля-ля-ля, папа, какая чудная семья, Где папа, всюду, не натяпа. И все смеются хи-ха-ха. Мамуля-ля, папа, какая чудная семья, Где папа, всюду, не натяпа. Мамуля-ля, папа, и папа, и папа, и папа, и папа. Мамуля-ля, папа, и папа, и папа, и папа, и папа.